Друзья, приехали, близ 28, но здесь пусто сегодня, похолодало, Каменское, почти никого нет, идем дальше, искать свои шедевры. Друзья, такой дубарь, только люди все выкладываются, да, бедные бабушки будут мерзнуть. Пока мы все выкладываются, идем, идем на маленькую барахолочку сходим. Все спрашивают, как на маленькую пройти, вот вход, вход в рынок и вот так по прямой, по прямой между рядами идем туда, вот так прямо, прямо, прямо и там потом чуть-чуть налево и все. Вот, друзья, доходите до двухэтажки и налево поворачиваем, здесь вот совсем чуть-чуть пройти. И мы на месте. А, тут тоже сколько людей выкладывается. Давайте сейчас посмотрим, потом включим. Так, друзья, смотрите, что увидел. Грелка, грелка на заварнике, видите, люди вяжут сами, такая шапочка сверху одеваете, залили и он у вас не остывает. Вот такая красота. Я слышал о таком, но вот это увидел впервые. Курочка рябая. Вот такое делает. А почем она рябая? Вот так, 70 гривен. Это на старой барахолочке, кого заинтересует, пожалуйста, сюда подходите. На старой, я говорю, на маленькой барахолочке. Сколько ангел? Да, но вот это, конечно, интересно. Это я впервые. Так, друзья, смотрите, какой шедевр. Видите, масленочка такая. И смотрите, чья она. И стоит она 300 гривен. Вот такой шедевр. Вот такой шедевр попал к нам на барахолочку. Видите, да, какая это красивая. Да, красота, красота. Так, друзья, вот такие старые открытики здесь наборщиками продаются. Видите, можете покупать и в горках ленинских. Ну, все, Ленина нема, просто природа. Природа ленинских горок. В общем, есть интересные вещи, можно прикупить. И также здесь на барахолочке, вот видите, сейчас деревья. Это уже сколько растут и все время они, все время их выводят. Так, ну что, идем на большую. Добирать и ехать дальше. Друзья, зашел на этот, как он, на птичий рынок, но здесь маленький. Там эти бедные хомяки аж трусятся. Резкость похолодало, они, видно, не привыкли к такому холоду. В общем, труба. Трусятся, сидят. Так, ну вот такая барахолочка. Смотрим. Смотрим, смотрим, что интересно. Сейчас пойдем дальше. Так, друзья, смотрите, какие шедевры. Вазочка, да? Такие вот сопочки маленькие. И вот такой. Да, наборчик такой, смотрите. Красота какая. Сюда цветочки, туда коньячка. Вот, выпили, занюхали цветочков. И вот такие всякие. И вот такие всякие, смотрите. Вот такие штучки. Да, вот такое, такое все интересно. Вот так вот на рынке можно. Такие красоты, такие красоты, смотрите. Да, вообще шедевр. Шедевр, шедевр. Так, смотрим дальше. Вот такое. Смотрите, интересное. Такие тарелочки. В общем, кофейная. Кофейная, маленькая. И к ним идет, к нему идет салфетница, видите. Вот такой, шесть этих и салфетничка. Так, какой-то рисуночек такой. А, старый Синерникова, видите. Синерникова, Синерникова. Вот такой вот. Да, друзья, куча всего. Такие вот две одинаковых. В общем, на рыночках можно понаходить что угодно. Зайчик. Видите, да? Старый, старая Аполлона. Смотрим дальше. Так, друзья, смотрите. Вот такие блюда у нас такие есть. Были, вернее, уже забрали. И вот два штуки одинаковых, видите, по 50 грен. Вот такая красота, смотрите. Так, это Будды у нас. Видите, да? Коростынь, тоже интересный. Рисунок какой, смотрите, да? Интересный рисунок. Вот эти вот тарелочки, такой приятный. Саканы я заберу. А вот эти рюмочки. И рюмочки заберут. Приятный цвет. Это у нас дружковка. Есть же телефон. Почему не мне это самое? Да мы с рюмли просто. Вы понимаете, я их даже в подарок не заберу. Вы поняли? Они не нужны. Тоже дружковка. Да. Зачем мусор нет? Я вам сейчас ее направлю по мусору. Он берет это самое. Вы просто понимаете, у меня столько уже стекла. Ну и что? Не нужны они. Такие манюры. Так, друзья, смотрите. Масленочка, кобальт. Видите, да? Какой цвет. Прекрасный, приятный. Вот кто у нас. Смотрите, это добыш. Такая красота. Так, вот такой наборчик интересный. Смотрите, вот такая крышка с масленки. Значит, все есть полностью. Сахарничка, заварничек. Сколько кружек, вы говорите? Чашечек врезаем. Две чашечки. Две чашечки всего 400 гривен, да? Да. И вот такая, смотрите, красота. Это уже явная красота. Вот чашечка, блюдечко. Сколько такое? Двести пятьдесят. Двести пятьдесят. Двести пятьдесят гривен. Две штучки. Так что подходите в Канинское на рыночек. Так, друзья, вот такой наборчик еще, смотрите. Шесть чашечек, шесть чашечек и кофейник. Такой кофейничек красивый. Триста пятьдесят гривен просят. Вот такие шедевры, шедевры. Так, друзья, снова мы на этой точке. Вот, смотрите, такие подсвечники. По сто, ой, не знаю, солнышко тут по сто гривен. Такая красота для маленькой свечки. Тоже сто гривен. Отсвечивает солнышко. Тройной тоже самое. В общем, все по сотне, все по сотне. Ага, этот потяжелее. Здесь, наверное, цветочки отломаны, да? Сейчас отпилены. Кто-то что-то пилил. Так, петушок. Маленький штоф. Не знаю, видно будет. Крышечка на место. Видите, да, что редкость в наше время. Так, смотрю, секундомеры появились. В общем, друзья, шикарная точечка. Покупают и продаются. Вот, смотрите. Рублей тьма. Пресс целый. Так, давайте, наверное, друзья, мы на этой ноте с барахолочкой попрощаемся. Едем в лавочку выкладываться и вам показывать. Так, друзья, показываем то, что мы приобрели и то, что нам принесли. Вот, смотрите, вот такая кофейная пара. 70 гривен. Это у нас Германия. Их таких две штучки. Так, вот такой необычный кофейничек. Смотрите, с такой крышечкой интересной. Видите, да, вот такая красота. Значит, это тоже у нас Германия. Такой необычный наборчик. Ну, как наборчик, мы его поштучно... Так, пиалка, варенье или для варенья. Что-то такое. То же самое Германия. 50 гривен. Так, вот такой манюсенький, манюсенький. Но это уже явно сливочник. Потому что такой маленький. То же самое с этой серией. Стоит он 70 гривен. Ну, если брать набором, если брать полностью набор, посчитать. Что-то мы уступим. Так, друзья, приехал к нам вот такой шедевр. Смотрите, вот такая чашка, кружка, бараневка. Вот такие здесь красоты. Смотрите, да, значит, пара стоит. Пара стоит 250 гривен. Что здесь единственная проблема? Не знаю, как показать. Вот, видите? Заводской такой... Ну, не знаю, брачок. Не долив, наверное, глазури. Но написано первый сорт. Видите, да? Вот такая редкая красота. Вот такая редкая красота. Это, как люди сказали, где-то в 60-е годы. Но это нужно у специалистов узнавать. Но это действительно красота. Самое натуральное. Я такое лично в первый раз в руках держу. Ну, это прелестно, да. Так, приехали вот такие две лошадки. Смотрите, беленькая и черная. Вот такое. Никаких обозначений нет. Ну, это тоже. Кто любитель в шахматы играть, где-то поставить такую красоту. Это просто прекрасно. Или как презент какому-то шахматисту. Как вы поняли. Да, не знаю. Фарфор, фаянс. Надо разбираться. Так. Вот такой кофейничек у нас. Да. Дырка там, значит, кофейник. Сегодня попался... Сейчас дальше будет. Форма кофейная. А внутри... А внутри дырочки. Такое, как под... Под чай. Так. Вот такой рисунок. Кто-то соблазняет барышню. Какие-то ей там стихи, наверное, читает. И она, видите, уже поплыла. Так. Это у нас Полтава. Да. Интересный такой рисуночек. Так. Вот такой у нас молочник-сливочник. Вот такая сливка. Тоже самое Полтава. Так, друзья. Масленочка. Масленочка. Вот такая красота. Такая роза. 60 гривен. Это у нас, вот видите, да? Долбыш. Так. Для тех, кто любит кушать чесночок, лучок. Вот есть специальные такие с дырочкой. Видите? Значит, вы накрыли. Если ваш муж или вы сами любите хряпать. Такие дела. И чтобы оно не разносилось по всей... По всему дому. Вот существует такое... Ой, хотел сказать, блюдо. Ну, это не блюдо. Что-то наподобие масленочки. С крышечкой, видите, да? Закрыли. С дырочкой. И все. И оно там лежит у вас, и не засыхает, и не пропадает. Так, друзья. Вот такие старинные пары. Старинные пары. Значит, у нас их 4 штуки. Видите, да? Долбыш. 4 штучки. Такие 4 пары. Приятные на вид. Ну, сразу видно, что это... Ого-го! Какие годы. Вот. Не знаю, как этот сервис назывался. Как этот набор. Ну, это, друзья, старина. Старина. Так. Вот такой молочничек. Оливничек. И... Даже не знаю. Масло. Ну, что угодно. Можно наливать. Молочник. Стоит он 50 гривен. Так. Громадная... Громадная чашка. Смотрите, с какими цветочками. 75 гривен. Это у нас... Чехословакия. Видите, да? Шикарная. Громадная. Попить чайочек. Такой, наверное, будет самое хорошо. Так, друзья. Приехали открыточки. Смотрите. Вот такие красоты. Значит, они у нас по 5 гривен. Все у нас такое. Вот. Вооруженные силы. Потом Первомай. Вот. Видите? Здесь со стихами. Здесь святом Жовтня. Баси ТФ7 ОТК. Вот. Это не пропаганда. Это для тех, кто коллекционирует. Вот. Значит, их пришло 40 штук разных. По 5 гривен. Как вы поняли. Вот. Вооруженным силам. И все такое прочее. Все. Открыточки почтовые. Видите? Да. Почта СССР. В общем, все прекрасно. Открытки по 5 гривен. Календарики у нас по 10 гривен. Вот. Смотрите. Такие. Украинские народные преслы. Ливия. Значит, года какие? 91. 88. 98. 90. Так. Тоже 87. 89. Значит, по 10 гривен. Кого такое интересует, пожалуйста. Так. Сахарничка. Вот такой рисуночек. Наверное, да. Ручная роспись. Прям видно. Такие мазочки. Это у нас Барановка. 50 гривен. Так. Вазочка. Не знаю. Ну, тоже такое, как мазки. Это у нас Дружковка. Фонарик. 70 гривен. Такая красота стоит. Вот такой, значит, на вид кофейник, да. Но внутри дырочки. Внутри дырочки. И получается, что это чайник. Или, может, кофейники тоже были с дырочками. Значит, может, есть исключение. Да. Вот такие мазки. 70 гривен. И вот такая высокая сахарничка. 50 гривен. Это у нас, как вы поняли, да. Дружковка. Так. Доливочник. Доливочник. 90 гривен. Вот такие прекрасные цветочки. Это у нас Тернополь. Вот. Но здесь единственная крышечка на нем, вроде бы, как неродная. Потому что вот есть заварничек. И здесь вот такая крышечка с розочкой. То же самое. 50 гривен. Тернополь. Так. Цветное стекло. Что-то мы уже вчера вроде такое показывали. Вот. Ну, может, чуть-чуть не такое. Ну, стоит оно 60 гривен. Так. Вот такой у нас заварничек. Стоит 60 гривен. Это у нас Рига. Это у нас Рига. Вот, да. Такой приятный цветочек. Так. Друзья. Моя дама снова убежала и забыла наклеить цены. Ну, что могу сказать. Наверное, давайте так. Тридцать, сорок. Вот. Давайте будем как-то так уже выходить из положения. Может, даже тоже 40. Но вот это точно 40. Вот. Смотрите. Оно получается как комплект. Все одного цвета. Такая вот будет 50. Или 60. И такая большая. Такая большая, большая. Видите, здесь такое вот. Что-то написано. Вот. Есть знак стекольного завода. Но мы еще, если честно сказать, не изучали. Ну, в общем, как вы понимаете. Да, можно. Можно вот это все. Как один набор. И вот такой вот кувшинчик. Кувшинчик тоже с такого, с карамельного стекла. Но кувшинчик стоит 100 гривен. Значит, видите, как вот так вот мы безалаберно относимся. Сказал человеку и не сделал. Так. Едем дальше. Вот приехала сегодня такой цвет. Фруктовница, конфетница, сухарница. Стоит она 50 гривен. И вот такое блюдо. С какими-то, видите, птичками, солнышками. Да, птички и солнышки. И в 62-й год. То же самое 50 гривен. Да, приятный такой цвет. Так, вот такая красота. Какой-то необычный цвет. Видите, листочки, какие-то ягодки. Ну, в общем, красота. Да и только. 40 гривен. Так. Кувшинчик, да, такой. Маленький он, невысокий, сантиметров 10. Вот такой на нем рисуночек. Снизу, значит, ничего нет. Ну, что-то было вроде. Вот. Стоит он 60 гривен. Так, друзья, вот такой набор. Вот такой набор. Значит, полностью набор стоит 350 гривен. Но можно его и поштучно. Значит, это у нас вербилки. Вот, смотрите, сливочник, молочник, да. Заварничек. Заварничек. Вот, 6 кружечек, 6 блюдечек. Если брать по отдельности, значит, пары будут по 45 гривен. Пары по 45 гривен. Заварник, молочник и сахарничка по 50 гривен. Единственное, что здесь, видите, разные получаются крышечки. На заварничке одна, а на сахарничке другая. Ну, вы знаете, как заварнички раньше были с дырочкой, да. Для чего-то там была дырочка. Может, оно так и шло. Хотя... Хотя золото вроде как темнее чуть-чуть. Ну, как вы поняли, да. Можно или набором за 350, или... Или поштучно. Кто любит вербилки, вот, обращайтесь. Такой набор на 6 персон. Так, друзья. Вот, смотрите. Старые Будды. Блюдечки. Блюдца. По 20 гривен. Ну, наверное, можно и по 18. Можно даже их просто вставить. Или на стенку, или в эту штучку. Не помню, как называется. Ну, это произведение искусства. Для охотников с такой тарелочки покушать собственноручно застреленную дичь, наверное, будет тоже приятно. Вот у нас Будды. Да, как вы видите. Значит, их раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. Так, друзья. Вот такой у нас большущий, большущий. Смотрите, с какими-то цветами. Вот, стоит 250 гривен. Единственное, здесь на крышечке, вот, есть два скольчика. Ну, если его не купят, значит, я его реставрирую, и он будет в прекрасном состоянии. Наливная керамика, или заливная, как она называется. Ну, прелестный, да. Если просто поставить ради красоты, можно и в таком состоянии этот маленький скольчик назад повернуть, и все, и смотрите, все прекрасно. Все прекрасно получается. Так, друзья, вот такие вот первобытные. Вот такие рыцари. Это викинг, одного нет. Одной этой штуки нет. Значит, они по 30 гривен. Вот мечик, видите, тоже, наверное, может отломаться. Тоже викинг, наверное, да? Ага, здесь вот треснутые. Ну, не знаю, реставрируют, их не реставрируют. Что принесли, что сдали. Вот их сколько здесь, 6 штук по 30 гривен. Ну, наверное, требует реставрации. Вот такие сегодня у нас покупки. Такие приносы, такая барахолка. Всем, кому интересно, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки. И ждите новое видео. Суббота, воскресенье. Еще, по идее, должно выйти два видео. Всем до свидания.